Тайная элита 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 Станет президентом. Это было абсолютно невозможно. Со всеми своими американскими и неамериканскими друзьями я спорил, причем на деньги. Уже много выиграл, потому что он уже выиграл конвенции, он уже стал кандидатом от республиканской партии. Вам я могу сказать, опять же возвращаясь к женскому вопросу, у него для нас есть два железных показателя. У него были две славянские жены. Я могу сказать, это гораздо важнее, чем все любые другие. Это реально, это хороший показатель. Что там говорят об экономике, то, что говорят о его, условно говоря, антимусульманских или якобы антидемократических моментах, меня волнует мало. Но я понимаю, что, например, Ивана Трамп или, например, Милане, это гораздо лучше зажатой в тесном овальном кабинете Моники Левинской. Большое спасибо. Сейчас Джанин Ведель, который я сейчас зачитаю, если можно, это очень длинный список, и я не могу его весь, условно говоря, весь произнести по памяти. Я только могу сказать, что Джанин является у нас представителем школы публичной политики Мэйсон, автором семи книг, принимает участие во всех знаменитых шоу, о которых вы знаете. Например, Саша, я уверен, что смотришь ТЭД, и там можно посмотреть выступление Джанин. Я не буду долго представлять нашу сегодняшнюю гостью. Я думаю, у вас будет возможность оценить ее таланты, и я попрошу ее горячо поприветствовать. Большое спасибо. Мне очень почетно быть здесь, иметь эту возможность выступать перед вами. Я благодарна за это доброе приглашение. И иметь возможность поговорить с вами и Андреем. Я здесь сегодня, чтобы говорить и попробовать объяснить, кто такой Дональд Трамп. Конечно, я могла бы добавить любое количество других деятелей из европейского контекста, которые появились в последние годы. Я смотрю на этот вопрос с точки зрения истории, такую, которую мало кто видит. Последние несколько десятилетий в Центральной и Восточной Европе и в Соединенных Штатах занялись изучением элит, которые занимаются своей властью, как они действуют по-новому, пагубным образом и какое воздействие они оказывают на народ коварным образом, которые по-своему мало чего понимают и мало что могут, чтобы воздействовать на улучшение своей собственной жизни. За это же самое время, когда я изучала влияние элит, доход и неравенство у одних возросли, у других резко упали. Конечно, это все было ухудшено и обострено финансовыми кризисами, но Трамп, важно знать, не является одним из тех людей, о которых мы будем сегодня говорить. Но он очень полезен, чтобы говорить о том, о чем пойдет речь. Он нелюбим как знаменитость. До сих пор он никогда не принимал участие в анепонировании политикой. Хоть он и смотрится как establishment, но пока что он и не является. Трамп — это то, что происходит, когда элиты в establishment получают систему и начинают пользоваться на свою пользу и вводят людей в иллюзию, говорят о том, что они спасают народ, но сами ведут себя автократично. Я говорю об этом как социальный и политический антрополог. У меня в свое время пришлось заниматься вопросами посткоммунистической Польши в начале 90-х годов. Я по-прежнему продолжаю работать с Польшей, Восточной Европой, включая Россию, Украину, начиная с 90-х годов. Вот вам фотография. Это я, Илья Хваленса, бывший руководитель солидарности в Польше. И, как вы знаете, всегда приписываются именно этой партии заслуги за то, что они порвались с коммунизмом. Я думаю, что то время, что я провела в этой части мира, было прекрасной подготовкой к тому, чтобы понять, что же именно происходит на сегодняшний день на Западе. Все больше и больше западное влияние западных элит осуществляется, и то, как они себя организуют, их модес операнди, оказывается все больше похоже на то, что я в свое время увидела была в конце коммунистической эпохи, и в середине 90-х годов, когда закончилась Холодная война, и когда результаты должны были распространиться на гораздо больше представителей общества. Так должно было быть, но так и не произошло. Запад произошел через большие трансформации тоже. Параллели между этим обществом и тем обществом поразительны, как вы увидите. На сегодняшний день, сегодня я буду говорить вот об этих вопросах. Как объяснить гнев и при этом привлекательность Трампа для простых людей? Что изменилось в западной демократии, чтобы создалась система, которая не позволяет разумный вклад от обычных граждан с целью улучшения жизни в стране? И что является главной характеристикой, отмечающей жизнь элит на Западе? Чем объясняется гнев Трампа и, с другой стороны, его привлекательность? Как может Трамп, который совершенно незнающий, неподготовленный и совершенно такой клоунской внешности, каким образом он может захватить власть в одной из супердержав? Вот Андрей говорит, что его реально могут выбрать. Я начал думать о росте антиэстеблишмента, как минимум шесть лет после публикации моей книжки с 2009 года. Теневые элиты, невидимые элиты. Я вспомнил про движение Чаепития. Движение Чаепития, оно произошло от встречи, которая называлась «Большое бостонское Чаепитие» 1773 года. И это движение добивается меньших налогов. Оно после своего основания, за год после своего основания, оно около ста своих членов избрало в Конгресс. И теперь у Дональда Трампа большинство этого электората, этих голосов. И всего лишь через несколько лет... Движение Чаепития — это с крайнего права. Появилось похожее движение с крайнего лева. Крайнелевое движение. Вот это. Занять Уолл-стрит или захватить Уолл-стрит. Оно рождено было. В то время, как движение Чаепития справа думало, что слишком большое правительство — это проблема. А люди из Займи Уолл-стрит слева, они наоборот, воевали против больших банков и против Уолл-стрит. И они говорили о 1% супербогатых людей против себя. 99%, которые в нехорошем положении находятся. Непривилегированы. Теперь перемотать на несколько лет вперед. Теперь у нас справа есть Дональд Трамп, а слева у нас есть Берни Сандерс. Может быть, многие из вас не знают, кто это такой. Но он самопровозглашенный социалист в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах быть самопровозглашенным социалистом или коммунистом — это почти у нас как ругательство в Штатах. А он сам себя назвал социалистом, который дал Хиллари Клинтон, который дал жару Хиллари Клинтон. И он очень сильно гоняет Хиллари Клинтон в демократической номинации. Люди, которые поддерживают Трампа — это среднего возраста белые мужчины, которым нельзя рассчитывать больше на рабочие места, а даже не на пенсии. А Сандерса поддерживают студенты университета, которые только выпустились в университеты и не могут получить работы, у которых много студенческих долгов. Потому что в Америке, в Соединенных Штатах Америки, очень много нужно денег, чтобы учиться в университете. И эти студенты, вчерашние студенты, которые возвращаются с университета и едут жить к своим родителям с огромными долгами, в моем поколении после университета приехать жить обратно домой — это абсолютное лузерство. Это вы абсолютно проиграли по жизни. А сейчас это становится нормой. Конечно, Сандерс не показывает такого авторитарианского подхода, как Трамп, но это разочарование в эстеблишменте и этот рост популистских движений — это не только в Штатах происходит. Сейчас Марин Ле Пен во Франции, которая фанатка Путина в Германии, это АФД, альтернатива для Германии. Партия которой всего три года, и тем не менее, эта партия имеет очень хорошую поддержку, особенно в предыдущих выборах. А вот в Австрии были два кандидата, это зеленая партия слева, партия зеленых, и правонационалисты справа. И сейчас будет перепочет голосов осенью. Но вот что интересно, это первый раз времен Второй мировой войны, когда партии не из официального эстеблишмента получают такие большие, такие высокие должности. То есть получается, что до этого времени в Австрии всегда занимали эти должности представителей эстеблишмента. Теперь мировые элиты шокированы, смотря как британские элиты, и британские элиты, и европейские элиты абсолютно шокированы тем, что британцы проголосовали за Brexit. То есть возможный выход Британии из Евросоюза. То есть справа или слева эти кандидаты глубоко и агрессивно выступают против официально сложившегося эстеблишмента. То есть порядка, который сложился. Больше и больше людей теперь видят себя как аутсайдеры, как чужие в этой системе. И теперь многие кандидаты пытаются представить себя как представители, не представители эстеблишмента. А вот типичное письмо, которым Трамп собирает деньги на свою компанию. И он показывает всем, что он аутсайдер. То есть он пишет, что он аутсайдер, который пытается остановить Хилари Клинтон, которая представляет эстеблишмент. То есть были бы это, кем бы они ни были, крайне правые, крайне левые, но у них у всех один и тот же инстинкт. И они говорят с инстинктом основным электората, который чувствует, люди инстинктом своим чувствуют, что эстеблишмент заряжен против избирателя. И начинает подниматься слово коррупция. И теперь коррупция, это начинает слово описывать людей и институции, которые находятся самым вверху. Вот подумайте про Goldman Sachs. Это один и самый большой банк. Goldman Sachs называют government Sachs, то есть правительственный Sachs. Потому что этот банк настолько завязан с официальным Вашингтоном. И в 2008 году, когда был большой, они были завязаны в так называемом деле Абакуса. У них было много клиентов, таких как пенсионные фонды. И они эти пенсионные фонды специально зарядили на неудачу. То есть они специально подставили в пенсионные фонды во благо своих более дорогих и зажиточных клиентов. И когда для Греции настал час расправы, то заплатил за это не Goldman Sachs и не элиты, а старшие пенсионеры. Во всем мире социологические опросы показывают невероятное падение доверия формальным институтам влияния. И западное население, которое очень долго доверяло официальным институтам власти, таким как парламентам, правительствам, судам, а теперь даже и банкам, и большому бизнесу, и даже большим медиа. Потому что в западных демократиях у людей было намного больше доверия системе. А теперь люди начинают винить институты, лидеров и других центров влияния на сегодняшний день. И особенно это относится к наиболее уязвимым группам, таким как иммигранты. Все это, как мне кажется, является следствием так называемой новой коррупции, которая является системной, она является абсолютно легальной, законной, но в то же время она нарушает доверие людей. Вы в этой части мира, как мне кажется, абсолютно не доверяете своим институтам власти и своим лидерам. У вас на это есть долгая история. И ваше общество разработало гениальнейшие пути, как обходить формальные запреты и формально-репрессивные системы, для того, чтобы получать то, что вам нужно. И вот что мне очень сильно нравилось, и почему я так много времени провела в этом регионе, особенно в Польше. Потому что я видела, как люди процветают в условиях такой системы. Но на Западе все не так. На Западе люди честно, верой и правдой поддерживали все суты власти 30-40 лет назад. Сейчас люди чувствуют, что их не слушает никто. Им кажется, что элиты, скажем, играют не то, что играют системой, а обыгрывают систему. Они используют недостатки системы. И я вижу, что сегодняшние элиты, они нарушают не только правила демократического общества, такие как правила демократической отчетности. Потому что в демократии должна быть отчетность публичных институтов власти перед обществом. И они либо изгибают, либо совершенно нарушают эти правила. Более того, они нарушают правила свободного рынка и конкуренции. И правила конкуренции, которые являются сердцем свободного рынка. На самом деле, на Западе элиты работают очень похожим образом. И мы видим очень многие параллели между Западом и посткоммунистическими странами. И вот мой вопрос номер два. Что изменилось в западных демократиях? Что же поменялось в западных демократиях, чтобы произошла система, в которой обычные граждане не имеют реального веса? Теперь за несколько десятилетий, сейчас я скажу нечто сложное, но очень важное. Какие фундаментальные изменения произошли? Это первое, финансиализация. Это когда банки и финансы имеют невероятно, диспропорционально большой вес в экономике. Дальше приватизация, которая происходила под Тетчер и Рейганом, которая изменила то, как работает правительство. И конец холодной войны, который означал рассеивание глобального центра власти. И появление структур и организаций, о которых я больше скажу. А также цифровые технологии. Это то, что совершенно поменяло медиа. И это дало элитам новую платформу и новую возможность себя брендировать, себя и свою работу. Все эти изменения очень значительные. Но если вы их сложите вместе, то вы поймете, насколько они позволяют текущим элитам эксплуатировать систему. И сейчас я этим занимаюсь все время. Это моя работа. Я пытаюсь понять эти процессы. Эти изменения фундаментально изменили, как работают элиты и как они организуют рычаги влияния на сегодня. Вот каким образом работали западные элиты. Это были три колонны, три кита, на которых держалась власть. И эти три основных кита это корпоративное управление, это политические институты и военные. И даже когда эти системы не были слишком функциональными, но они были более хотя бы понятными, и было понятно, кто и где имеет власть. На сегодняшний день элиты намного непрямее, более косвенно связаны с институтами власти. Сейчас политика делается совершенно неформальными каналами, которые невозможно отследить. Теперь власть имущих определяется их позициями в неформальных социальных сетях. И элиты являются в данном случае связующим звеном. Они могут связывать разные институты, между ними наводить мосты и также стирать границы. И это является очень большим источником их власти. И на самом деле очень много сейчас, больше точечек, которые можно соединить. Сейчас правительство и те, кто куют внешнюю и внутреннюю политику, они сейчас совсем разделены. На самом деле три четверти в Соединенных Штатах Америки, три четверти тех, кто работает на правительство, это частные подрядчики. То есть три четверти работают консультантами, лоббистами, научными институтами. Их стало очень-очень много. И неправительственные организации, фонды, которые исполняют функции правительства, публичного правительства. В принципе, в этом ничего плохого нет. Это само по себе не очень плохо. Но при этом намного сложнее привести кого-то к ответу. Какие особые черты того, как работают новые элиты, не как новых путей, которыми работают элиты на Западе. И для вас, кто живет в посткоммунистических странах, это окажется очень, очень окажется похожим. Есть вещи, которые сейчас плохо работают на Западе и которые становятся видно в Соединенных Штатах. Это гибкость и неформальность. Я три года изучал в 80-х неформальность и гибкость в экономистической Польше. И там было понятно, что публичная система не работала правильно, чтобы дать людям какого-то дополнительного, дать им какой-то больший паек или больше бензина, или дать им какую-то визу. Но всегда можно было решить вопрос по телефонному праву. И критерии успеха были абсолютно неформальными. То есть вопрос был не в том, какая была формальная процедура, а кто что кому задолжал и каким образом кто может вмешаться в процесс. Теперь через 30 лет на Западе очень много власти находится в руках неформальных деятелей и сообществ. И теперь, пользуясь официальными должностями и информацией, они могут влиять на политику способом, которыми они продвигают свои интересы и себя нередко обогащают. Вот три основных черты тех методов, которыми работают новые элиты. Первое – это неформальность и гибкость. Существует такая организация, которая называется «Группа 30». И их список членов – это просто перечень людей, это такой ху-ис-ху в том, кто реально влияет на экономическую политику. Это те люди, которые в конце концов либо влияют на, либо пишут правила. Их директор говорит, мы не делаем политику, но мы можем давать рекомендации, которые в конце концов оказываются в политике. Это очень большой пример – это пример торговли деривативами, трейдинга деривативами. Это рекомендации, по которым в 1990-х годах писала эта группа 30. И если вы посмотрите, то эти рекомендации, они сыграли огромную роль в восстановлении финансового кризиса 2000-х. Могут ли люди, которые пострадали от действий больших банков, они могут знать даже, кто повлиял на их судьбу, а тем более как-то повлиять на них? Конечно же нет. Вот из того, что я понял, работая в посткоммунистических странах, это то, что такие игроки, такие дельцы, они представляются совершенно разнообразнейшими ролями. Они могут представить как консультанты, финансисты, советники, консультанты политических компаний, политтехнологи и так далее. Они намного стали более гибкими, и они меняют шапки намного быстрее, чем раньше. В старом мире это было бы невозможно. Для того, чтобы лидер свободного мира, чтобы одного из лидеров свободного мира можно было перекупить. А теперь Герхард Шрёдер, который заключил невыгодную сделку и очень такую спорную сделку в Западной и Восточной Европе. И через несколько месяцев Шрёдера Газпром предложил ему замечательную должность и ввел его в состав акционеров Газпрома. И недавно этот лидер, бывший лидер свободного мира, один из лидеров свободного мира, защищал Владимира Путина и его схемы по отмыванию денег в Германии. Как видите, видите, как меняются структуры, каким образом люди организуются. Но не только это поменялось, поменялась культура того, что считается вообще допустимым. В старом мире было бы совершенно невероятно, чтобы бывшие лидеры свободного мира пользовались своими бывшими регалиями, чтобы создавать новые и прибыльные бренды. Например, Тони Блэр, он создал Блэр Инкорпорейтер, что британские газеты описывают как коктейль из бизнеса, политики и всего остального, которым владеет и администрирует очень сложная цепочка компаний. Блэр Инкорпорейтер имеет очень большой портфель. У них есть климатологическая программа, спортивная программа, программа для верующих и Тони Блэр Ассоциетс. Блэр Ассоциетс это советники для британских банков, Уолл-стрит-банков, британских страховщиков, лидеров Казахстана и даже Мамара Каддафи. Блэр также был советником Джей Пи Морган. И также, как посол доброй воли, посол мира на Ближний Восток, в этой роли он тоже выполнял такие вот функции. А теперь, посмотрите на Билла Клинтона, который ушел, после того, как ушел с президентства, он после того, как создал фонд Клинтона, у него была масса консалтинговых и инвесторских фирм. Его филантропические доноры стали его клиентами. И когда мы... И медиа начали задаваться вопросом, где заканчивается филантропия и где начинается бизнес. Где сейчас благотворительность и начинается бизнес. И в старом мире их предшественники из офиса уходили бы на пенсию на гольф-площадку. То есть уходили просто на пенсию и мир на себя. Сейчас бывшие лидеры уходят, начинают делать деньги, вмешиваться в политику. Особенно, как Блэр и Шрёдер. И поэтому... Кого удивляет теперь, что британские... британские избиратели начали в себя... Начали так подавать вопросам и критике эстеблишмент. И работа Билла Клинтона теперь... Она кидает тень на совестность с Хиллари Клинтон. И все это делает таких людей, как Трамп, намного сильнее. И он постоянно... Трамп говорит о таких вещах, как хитрая Хиллари или коррумпированная Хиллари. Или испорченная Хиллари. Он говорит об этом каждый день. Мне приходят каждый день письма от компании Трампа. Но таковы методы работы современных элитов. Они создают фонды, так называемые гражданские организации, институты и так далее. Блэр и Клинтон, особенно... Вот это Брукингс Инститюшн, это один из известных научно-исследовательских учреждений в Вашингтоне. Которые недавно... Которую, как оказалось, могут покупать иностранные силы. Иностранные акторы. Блэр стал притчей во языцах в плане того, как работают новые элиты. Я показываю вам не только потому, что вы хорошо знаете, кто это такой, но вы видите, как систематично такие, как Блэр, работают. Современные элиты имеют сильнейшее оружие, которое называется отказ от ответственности. Годы назад, вернее, уже как несколько лет, вот этот отказ от ответственности настолько эффективен и так прекрасно работает, чтобы подвести какой-то вывод, итоги. Итоги какие-то... Клинтон... Теперь Клинтон говорит, что поблажки, которые дали... Когда Хилари Клинтон, как госсекретарь, дала поблажки урановому магнату по ядерной безопасности, они потом утверждали, что это не имеет ничего общего с тем, что этот магнат является огромным вкладчиком в фонд Клинтонов. Мы, как общественность, нам очень тяжело понять, кто же эти игроки, и нам кажется, что они играют на нашей стороне, но они могут... И теперь мы видим, по случаям Блэр и Клинтон, что они играют явно не на нашей стороне. Если финальная характеристика методов работы современных элит, и я это изучала, и я это из первых рук знаю, особенно, когда изучаю кланы, сейчас новые элиты создают так называемые кланы или клики. Это неформальные, самовоспроизводящиеся группы, которые осуществляют огромную власть. И мы можем поговорить об этом во время сессии вопросов-ответов. В конце концов, эти новые методы работы и организации, они делают ответственность и прозрачность намного более сложной. Это то, о чем я пытаюсь пролить немного света. Новые элиты, которые избегают ответственности, они имеют страшное потенциальное влияние на современный мир и рынки. И по мере того, как это происходит, обычные люди, хоть и толком могут и не понимать, что происходит, но они чувствуют, что что-то происходит не так. И они пытаются найти решение, каким бы странным и каким бы нелепым оно ни казалось. И именно поэтому люди сбредаются к националистам, к таким как Трамп и к очевидным популистам. И даже когда Трамп говорит, какие ужасными являются эмигранты, и когда он таргетирует выступает против собственного населения. Вот письмо, в котором Трамп говорит открытым текстом, что он поддерживает пытки водой, симуляцию утопления для борьбы против терроризма. Дальше он поет дифирамбы Владимиру Путину и говорит, что американское правительство не должно поддерживать Украину против российской агрессии. И Путин ему поет ответные дифирамбы, называя его талантливым и умным. Давайте будем надеяться, что этот ужас из теоретического не перерастет в практическую плоскость. Я бы хотела с вами быстро говорить о вопросах и ответах, поэтому мой первый вопрос... Вообще не сложно ничего. Мой первый вопрос. Когда вы сказали, что произошел сейсмический, если так процитировать вас, сейсмические изменения в Соединенных Штатах, в обществе, мы здесь, в этой части мира, приписываем обычно огромные эти изменения к огромной этничности вашей страны. Ведь у вас же много разных народностей, к тому же много мусульман из Мексики. У вас 6 миллионов человек из Советского Союза, которые сейчас проживают в Соединенных Штатах. Считаете ли вы, что это серьезный фактор структурных перемен, которые вы переживаете? Потому что Платон, один из моих любимых, говорил, что система не может стать лучше, чем люди, которые составляют ее. Что вы думаете на этот счет? Ну, кажется, существует какая-то правда в словах Платона и безусловного права. Огромные структурные перемены в Соединенных Штатах сейчас происходят из-за огромного испанского, испаноязычного населения, которое влияет на демографию по стране. И огромное количество небелых людей возникает, конечно, в середине этого столетия. Цветное население, кажется, уже сравнялось, а то и перевешивает белое население. Такая динамика есть. И люди, которые переживают это, кому трудно это принять, особенно среднего возраста, белые люди, которые уже не чувствуют, что у них есть гарантированная работа, гарантированные пенсии, с трудом переживают это и показывают поддержку Трампу. И когда ты переживаешь такую борьбу, на кого тебе обращать внимание? на ребят, которые сидят в самом верху, на эстаблишмент и элиты. Но ты также обращаешь свое внимание и на очень уязвимых людей, людей, которые очень отличаются от нас, так называемые другие. И таких других очень много. Можно я по-русски скажу? Вы видите, мы живем в этом стране, поэтому мы очень хорошо знаем, и мы говорим об этом в кухне, например, что Европа становится красным, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, и в том числе, и в том числе, и в том числе, и я хочу использовать James Watson, который открыт ДНА, 20 лет назад, сказал, that time will come that you won't be, you will not be able to not to be politically correct. Вика has just looked at me and she cannot afford not to be politically correct. The same goes for Sergei, but I can be not politically correct. So if in the city of Berlin, where Janine works, now where she is based, if you are walking on Sunday, on a Sunday, and 10 families which are walking towards you are 8 out of 10 are Muslim families, then why should you be surprised to see the changes of economic character, economic relations. All economy, if there are any economists and correct me, then economies are based in one way or another. The best specialists in that, Bex Weber, for instance, York Hyde, the notorious Protestant ethics, this is the basis for the triple European well-being of Europe, the most Calvinist countries, Holland, Germany, they are most in line with capitalism and if Catholics, forgive me, they stand at the very bottom of this chain together with the Russian Orthodox Church where there is a symphony between the states and the church which resulted in the first merge or the first blend when we spoke about the Byzantian model that we have been living based on a thousand years after Byzantium was gone in 1472. in order not to hassle and not to trouble you anymore, I would like to invite all of you because the prevalent majority of you are businessmen. When I looked at some of you, particularly men, I remembered a Russian statement and all businessmen know each other and they know each other in a bad way. So I would like to provide an opportunity to businessmen and businesswomen to have your questions asked, to ask our esteemed speaker and to liven up. I'm sorry for the translation that our interpreters have to do but nothing doing. I am the way I am. So who would like to be the first? Please raise your hand. Thank you very much indeed for your speech. Thank you, thank you, thank you very much for your speech that you do not, that you deal, you engage in such an activity which is not very rewarding. It's very much to do with conspiracies. Do you believe that Donald Trump is some kind of a hope that the American society has been trusting in since the times of John Kennedy? So, the area of your research, it sounds very conspiracially for many of us. The thing you say, Donald Trump is the following the light of hope after John Kennedy for the American society. Well, that's what you said. they do not understand when looking at us that a lot of people are in love with Donald Trump in our country. Can I please complete my question? After the famous speech by John Kennedy that there is a certain kind of elite which is parasitical in the society, ten hours later he was assassinated by several shots. So, he was killed off. Do you think that Donald Trump is truly the black sheep among these closed societies, these closed communities? it's the first thing and the second question is what to do to regional elites, leaders of regional elites like Сергей Тегибко who is sitting in front of you or the people who in their own countries would like to build something good, something positive. What should they do? Thank you. I hope that Janine understands what I mean. Первое, что я бы сделала, это говорила бы о слове конспирация или заговор. То, что я изучаю никоим образом и никакой форме не касается никаких заговоров. Это люди, которые решают, которые влияют на политику. Они конкретные люди в конкретных местах. Мы знаем, в каких местах они собираются. Это не заговор. И я знала, что существует множество популярных конспиративных теорий. Я бы хотела развеять это и хотела бы немножко скорректировать название своей книги, которая не совсем правильно была переведена. Столкновения и коллюзии. там не было никаких заговоров в названии моей страны. Речи никаких заговоров не шла. Я только пишу и публиковываю вещи, которые могут быть подтверждены документально. Это первое, что я бы хотела заявить и упомянуть. что касается Джона Кеннеди, существует столько тому, столько книг, столько уже было написано о этой личности. Я не думаю, что я добавлю что-нибудь новое. лично у меня есть свои соображения, какие-то серьезные люди существуют, которые годы провели, рассматривая это дело, которые могут более обстоятельно говорить о том, что может быть в самом деле произошло. Но я не думаю, это не то, что мы с вами решим здесь. вопрос того, что делать с этой ситуацией касательно популярности Трампа и подобных ему людей. Это очень важный вопрос. Он сейчас делает то, что необходимо, чтобы быть избранным. Очень трудно сказать, что он будет делать, когда в самом деле окажется в кресле. Он полностью не готов, он не сведущ, он совершенно не подходит и не обучен для этой работы. Проф непригоден. Но вопрос следующий. Чем же отличается он от всех остальных? От современной элиты? Что все равно заставляет людей все же присоединиться к нему. Я не скажу, что он будет им противиться теперьешней эстеблишменту в конечном итоге. Все же, может, конечно, каким-то образом пойдет против них, но смысл в следующем. То, что он делает сейчас, он заигрывает с публикой, чтобы его выбрали. Он делает то, чтобы быть оригинальным, чтобы отличаться от оригинальной элиты. Но, по сути говоря, для различного вида людей, которые составляют с собой общество, он делает так, чтобы они говорили друг с другом и находили больше общих точек соприкосновения. Но происходит полная парализация. Are there any more questions, please? What would you account for the great number of revolutions taking place in the world over the last recent years? And what is your prediction for how the policies in Ukraine are going to develop further? The military conflict in the east of Ukraine, how long is that going to arrange? And will Ukraine win? And who does that depend on? Первое, что бы я сказала, я не Трамп, я не буду произносить что-то, о чем я не готова говорить, что будет на Украине. Вы находитесь здесь, вы говорите на этом языке, предположительно, вы знаете, что происходит из разных источников массовой информации. Вы, наверное, гораздо больше проанализируете ситуацию, нежели я по этому вопросу. Очень американский подход, надо заявить. Но по плане того, почему столько революций в мире, я могу сказать следующее. Коррупция это главный, главный слоган, вокруг которого люди организуются. Будем ли мы говорить об Индии, Бразилии, или об Украине, или Соединенных Штатах, или любой другой стране, где бы то ни было. Антикоррупция это огромное дело и то, что подбуривает людей, поэтому нам нужно на это больше обращать внимание. на это большее. Продолжение следует... 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 И новая, кажется, аналитическая группа, которая была основана в Вашингтоне, имеет очень много представителей СМИ. И принимается решение именно через такие аналитические центры, а не через прямое звенье подчинения власти. И они играют своими множественными двойными ролями. Да, Вы можете включать сюда эти все личности, все эти лица и этих игроков, которые играют сейчас переломно важную роль в формировании политики. В этой стране мы благословлены тем, что у нас немало аналитических центров. Я имею в виду, у нас есть стальные танки, но не think tanks, аналитические центры. Спасибо Вам большое. Я думаю, всем очень понравился наш с Вами разговор, но проблема, как всегда, одна и та же. Существует языковой барьер, который мы пытаемся с Вами обсуждать. И я бы хотела поблагодарить переводчиков, которые, мне кажется, очень хорошо постарались. Они также заслуживают аплодисменты присутствующих здесь. Я бы хотела сказать, что если мы думаем об истории, я бы хотела задумать, хотел бы Альфредо Паретто вспомнить. Паретто Коэффициент, который... Нет, это был известный философ итальянский, который сказал, что философия – это кладбище элит. Он довольно долго прожил, в 1923 году он умер, он поддерживал Мюсселиник, кстати сказать. Но он не видел, чтобы Украина не смогла бы стать большим кладбищем элит. Его принцип не сработал. У нас тут и революции. На следующий день у нас есть революция против другой группы, Зе против группы, Экси опять революция. В этой стране как-то принципы действия не работают. И за это Вам большое спасибо.